Позвонил бизнесмен Василий Ростоцкий и попросил о встрече. Один я не справлюсь. Где вы должны передать деньги? Пойдемте, я вам покажу. Скажите, вы пытались дозвониться до сына? Ну, или потребовать от похитителей, чтобы они дали вам возможность с ним поговорить? Я ему звонил, но у него телефоны не отвечают. Потом пришло СМС со скрытого номера, его фотография. Так. Вот. И там условия. Они сначала говорят, что получат деньги, а только потом все остальное. Хорошо, вы мне эту фотографию скиньте. Слушайте, а может, это сын так все подстроил, чтобы денежки у вас выглядели? Да нет, это исключено. Я ему так ничем не отказываю. Ну, хорошо, я постараюсь вам помочь. Идите, я вас догоню. Хорошо. Лукин поручил своим помощникам собрать информацию на нового клиента и его пропавшего сына. О, нашла. Ростоцкий Василий Семенович. Владелец швейной фабрики. О, олигарх местный. Своя фабрика? Тогда нужно проверять, нет ли какого конфликта по бизнесу. Сын-то ведь надо похитить конкурента. Ну, он не олигарх, конечно. Так, фабрика небольшая, пошивочный цех. Футболки шьет с разными надписями. Но конкуренцию никто не отменял. Ну что, поехали на фабрику? Поехали. Тем более, что ни в больнице, ни в моргах Артема Ростовского нет. В общем, передача денег будет проходить здесь, вот в этом сквере, в 1 часа вечера. Они сказали, что нужно взять деньги, завернуть в пакет и бросить вот в эту урну. И чтобы никакой полиции, никаких наблюдателей не было. Ну, иначе... Я взял его на предприятии. Я взял его по просьбе Артема. И не пожалел. Парень хороший юрист. Правда... Что правда? Дело в том, что Олег... Вроде как начал сливать информацию нашим конкурентам. Ну, Артем так думает. Хотя я не понимаю, какие у нас могут быть секреты. У нас обычное швейное производство. А как вообще так получилось, что Артем исчез? Как это произошло? Два дня назад он был с кем-то в ресторане. Но они там выпили, и Артем пошел домой пешком. Ну, естественно. Ну, это для нас с вами естественно. А раньше Артем мог себе позволить сесть пьяным за руль. Год назад Артем попал в серьезное ДТП. Разбил какую-то крутую тачку. Ну, и сам был на чужой машине. Ну, в общем, чудом остался жив. И с тех пор ни-ни. А два дня назад Артем домой так и не вернулся. Да, исчез. А через день пришло сообщение с требованием выкупа. Понятно. А может, нам сделать куклу, ну, которая деньги имитирует? Нет, не надо. Деньги у меня есть. Да и жизнью сына я рисковать не хочу. Вы заедете в самую банк? Да, конечно, как договаривались. Вы в машину садитесь. Хорошо. Алло, Коль, вы где? Уже на фабрике? Хорошо. Начните с юриста Олега Смольникова. Ну, клиент говорит, что он дружит с Артемом. Но никакой на тофу не произошел. Давайте. Если вы что-то знаете... Помощники встретились с юристом швейной фабрики Олегом Смольниковым. Послушайте, я знаю, что у Ростуцкого неприятности. Знаю, что Артем пропал. Но подробностей вообще не знаю никаких. А вы уверены, что это никак не может быть связано с фабрикой? Нет. На фабрике у нас все хорошо. Дела идут отлично. Проблем нет ни с криминалом, ни с налогами. Олег, нам известно, что вы с Артемом друзья. Скажите, вы его поведение ничего странного не замечали? Ну, друзья, это как-то уже громко сказано. Да, мы какое-то время общались вместе. Тусили. Артем мне даже помог на работу, его отцу устроиться. Но потом как-то мы перестали встречаться. А из-за чего вы поссорились, если, конечно, это не секрет? Ну, во-первых, не секрет, а во-вторых, мы и не ссорились. У нас просто у каждого своя дорога. Артем, он типичный мажор. Пофигист. Живет за счет отца. А у меня на это времени нет. Мне нужно карьеру свою делать. Понятно. Спасибо большое за информацию. Пожалуйста, приходите. Всего доброго. Всего доброго. Вы проходите. Я сейчас быстро все сделаю и все. Слушай, ну есть ты такой добрый, что готов отдать миллион какому-то проходимцу. Может, ремонт в собственной квартире сделаешь? Маш, хватит уже, а? Это моя жена. Добрый день. Здравствуйте. Я надеюсь, вы из полиции? Нет. Я так и думала. Ваша жена не очень довольна вашим решением. Да, вы знаете, она мачеха Артема, и они в последнее время совсем не ладили. Мне даже приходилось вмешиваться в их отношениях. А я могу с ней побеседовать? Конечно. Мария, вы считаете, что не нужно платить похитительнику? Да, считаю. Я уверена, что Артем все это затеял. Ему же все мало. А главное, ничего не хочет делать, ни работать, ни учиться. А зачем? Вон у папы куча денег. А Артем здесь с вами живет. Именно. Здоровый лоб. Сидит целыми днями за компьютером и в компьютерные игры играет. И вообще, кроме этих игр, ничего не интересует. А еще пьян твои девушки. Спасибо, я все понял. Поговорили? Представляю, что она вам там наговорила. Я просто хочу помочь своему сыну. Мало ли в какую историю он там вляпался. Зачем нам полиция? Главное, чтобы он был жив, здоров и на свободе. Может, у вашего сына проблемы с наркотиками? Нет. Я проверял. Ну, я надеюсь, вы знаете, что делаете. Хорошо, встретимся в 9, как договорились. Вас проводить? Не надо. С фабрикой это похищение точно не связано. Мы все проверили. Да, бизнес у Ростовского чистый. Тихо, мирно шут. Малечки, ни долгов, ни конфликтов. Все спокойно. Скажите, этот Олег Смольников ничего вам интересного не сообщил о своем бывшем друге? Да ничего. Кроме того, что он ему не друг. Вообще, мне показалось, этот Артем какой-то очень проблемный парень. Ну, суть и дело это не меняет. Похоже, Артема действительно похитили с целью выкупа. Меня только смущает сумма выкупа. Маловато будет. Насколько я понял, Артем уже не работает. Собственно, капиталов не имеет. Ну, и сидит наш ее отца. При этом бросил два престижных вуза, в которые отец его пристраивал. Целыми днями дом сидит в игрушечке, играет и с мачехой ругается. Инфантил какой-то. Он жестокий и агрессивный. Открой фотографию Артема, который я тебе скинул. Так, секунду. Вот. Вот, Василий получил такую же фотографию. Подождите. У него вот на мочке уха какая-то рана. Такое впечатление, как будто ему сережку прям с мясом выдрали. Уж так. Тут даже непонятно, дом это, гараж, квартиры. Ладно, в зависимости от ситуации, мы либо берем преступников в момент передачи денег, либо следим за ними. Понятно? Да, понятно. Ну, тогда поехали, скоро встреча с клиентом. И теперь 25-летнего сына Артема и потребовали выкуп в миллион рублей. Ростовский побоялся обращаться в полицию и попросил детектива Игоря Лукина помочь передать выкуп. Ну что, ровно в 11 вы ходите из своей машины, идете в сквер, кладете деньги в урну и возвращаетесь. Но мы постараемся отследить вымогателей. Но только никакой полиции. Он пока что вас не подводил. Но отследить мы их должны, сами понимаете. Да, вы там сами не суетитесь, ясно? Да. Ну, я пошел. Игорь Петрович, вообще-то отсюда не очень хорошо видно. Отсюда хорошо видно, если преступник приедет на машине. А точка передачи хорошо видна с Колиного места. Позвонил бизнесмен Василий Ростоцкий и попросил о встрече. Серьезно, некогда. У меня сына похитили. Похищение ребенка, это в полицию нужно обратиться? Нет, не надо никакой полиции. Я поэтому во мной позвонил. Дело в том, что сын у меня уже не ребенок. Ему 25 лет. А у меня за него требуют выкуп. Так, сути дела, это не меняет. Это нужно в полицию. И я вынужден буду так же поступить, если вы меня в промыши попросите. Да мне нужно просто, чтобы помогли передать мне выкуп. Я хочу спасти сына. Деньги у меня есть. И сделать это нужно сегодня вечером. Один я не справлюсь. Где вы должны передать деньги? Пойдемте, я вам покажу. Скажите, вы пытались дозвониться до сына? Ну или потребовать от похитителей, чтобы они дали вам возможность с ним поговорить? Я ему звонил, но у него телефоны не отвечают. Потом пришло СМС со скрытого номера, его фотография. Так. Вот. И там условия. Они сначала говорят, что получат деньги, а только потом все остальное. Хорошо, вы мне эту фотографию скиньте. Слушайте, а может это сын так все подстроил, чтобы денежки у вас выманить, а? Да нет, это исключено. Я ему так ничем не отказываю. Ну хорошо, я постараюсь вам помочь. Идите, я вас догоню. Хорошо. Лукин поручил своим помощникам собрать информацию на нового клиента и его пропавшего сына. О, нашла. Ростоцкий Василий Семенович. Владелец швейной фабрики. О, олигарх местный. Своя фабрика? Тогда нужно проверять, нет ли какого конфликта по бизнесу. Сын ведь могли похитить конкурента. Ну, он не олигарх, конечно. Так, фабрика небольшая, пошивочный цех. Футболки шьет с разными надписями. Но конкуренцию никто не отменял. Ну что, поехали на фабрику? Поехали. Тем более, что ни в больнице, ни в моргах Артема Ростовского нет. В общем, передача денег будет проходить здесь, вот в этом сквере, в 1 часа вечера. Они сказали, что нужно взять деньги, завернуть в пакет и бросить вот в эту урну. И чтобы никакой полиции, никаких наблюдателей не было, иначе... Почему именно здесь-то, а? Я не знаю. Ну, может быть, потому, что здесь темно, народа нет, и... Ну, я не знаю. Ну, вставай, вставай. Вставай, вставай. Ну что, Валера, сильно ты влип в историю? Что? Я не знаю. Я... Я подошел к урне. Я там... Вижу, пакет лежит, я взял. Я же не виноват. Понимаешь, деньги эти бандитам предназначались. Они человека похитили, и выкуп за него требуют. А теперь они деньги не получат. Понимаешь, ты операцию сорвал, и они заложника этого убить могут. Я все скажу! Я все скажу! Не... 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 Я мужик попросил. Там, где деньги лежат, хочешь заработать, а кто не хочет заработать, когда жизнь и такая? Я не знаю. Ну, тихо, 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 тихо. Что за мужик-то? Я его не знаю. Я не знаю. А узнать сможешь? Смогу. Узнаю! 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 Ну что, в сквере в момент закладки денег ничего необычного не заметили? Да нет, там темно было. А я машину заметил. Во, а я две. Похоже, преступник приезжал на машине. Если они вообще приезжали. Давай сходись с того, что приезжали. Слушайте, неплохо бы посмотреть номера этих машин. Там нигде камеры не было? Нет, но на видеорегистраторе в моей машине должна запись остаться. Так вперед, смотри регистратор. Игорь Петрович, а этот бомж Валера, он же там был не просто так. Да кто ее знает? Может, просто совпадение, а может, при чем. Но, похоже, про мужика он все правильно рассказал. Ладно, начнем с машины, а завтра видно будет. Лукин позвонил бывшему коллеге из полиции, объяснил ему обстоятельства дела и попросил проверить по своим каналам номера трех машин, которые были замечены в сквере во время попытки передачи денег. Там запретилась три машины. Да все, я понимаю. Просто наотрез клиент отказывается идти в полицию. Да вообще там непонятно, то ли было похищение, то ли нет. Ну, главное, что я его соведетность поставил. Значит так, я все время на связи. Как только что-то узнаю, сразу дам знать. Договорились? Все, жду результат. Давай. Да, Василий. Что случилось? Что? Я сейчас подъеду. Рассказывайте, похитители объявились? Да, они подбросили вот это в почтовый ящик. Мы так не договаривались, теперь три миллиона. Сегодня вечером. Иначе получишь ухо сына. Почему ухо? Это Сережка Артема, я ее узнала. Это было завернуто в письмо. Его, наверное, уже убили. Так, успокойтесь. Похитителям нужны деньги. Я думаю, что Серегу и сухо сына вынули еще до того, только сфотографировали его. Просто похитители хотели подстраховаться на случай, если не получится у них с выкупом. Я прошу вас, не надо никакой полиции. У меня есть деньги. Вы правы, конечно. Дело принимает серьезный оборот. Я разберусь с полицией. Но с этой минуты вы будете делать все, что я скажу, и помогать мне. Хорошо. Что предшествовало исчезновению сына? Где он был? Вы знаете эту компанию? Да не знаю я. Какая компания? Я вообще ничего не знаю. Дело бывает. А Варя? Там Варя была. Он из-за нее туда поехал. Что за Варя? Девушка, которая ему нравилась. Ну, фамилию-то ее вы знаете? Тимофеева. У меня, по-моему, даже и телефон где-то есть. Игорь Петрович созвонился с Варварой Тимофеевой и договорился с ней о встрече. Вот так встреча, господин главный юрист фабрики. Послушайте, вы не из полиции. И Варвара имеет право ничего вам не рассказывать. Во-первых, с Артемом она уже давно не встречалась. Во-вторых, она не знала, что он припрется в этот ресторан. И поэтому хватит ее преследовать. Да мы еще никого и не преследовали. Олег, успокойся. Я могу сама все объяснить. Что ты так переживаешь? Я просто хотел помочь тебе как юрист. Хорошо? Я на работу. Давайте вернемся к разговору об Артеме. Быстро-то. Игорь Петрович выделил проследить за Олегом. Как-то он слишком близко к сердцу принимает попытку поговорить с Варварой об Артеме. Ладно, поехали. Только что рассказывать я не понимаю, где Артем и кто мог его похитить, я не знаю. Ну, вы просто расскажите, какие у вас были отношения? Ну, Артем мне нравился. Поначалу. Он красиво ухаживал, денег никогда не жалел. Но оказался совсем потом не такой. Циничный, самоуверенный и относился ко мне как к собственности своей. А Олег? Мне показалось, Олег к вам действительно неравнодушен. Олег мой жених. Мы с ним ему полгода уже встречаемся. Ну, собственно, Артем вас познакомил. Артем? Вот оно что. Ну, теперь понятно, почему у Артема с Олегом конфликт вышел. Да, Артем ведет себя отвратительно. Он постоянно пытается унизить Олега. Говорит, ты моя шестерка. Я слово папе скажу, тебе завтра здесь уже не будет. Поешь свой кукуев. Они даже один раз подрались из-за меня. Чего не работаем? Работай, работай. Олег! Подождите, нам нужно поговорить. Опять вы? Артема нашли? Пока нет. Ну, и что вы от меня хотите? Я вам сказал, что я не знаю, где Артем, я не знаю, где он прячется. И не надо впутывать меня в эту историю. Ну, подождите, мы хотели сами... Все, до свидания. Алло, Игорь Петрович. Олег два часа колесил по городу и заходил в гостиницу. При этом очень нервничал и кому-то несколько раз звонил. Ну, он с кем-нибудь встречался? Да вроде нет. А вот сейчас приехал на работу, а мы пытались с ним поговорить. Но безуспешно, он отказался. Ну, вы хоть додумались его сфотографировать? Обижать, Никитаревич. Конечно, сделаю. Ну, хорошо. Скиньте его фото мне на телефон и можете возвращаться в офис. Все, сейчас скину. Лукин решил показать фотографию Олега бродяги, который по просьбе неизвестного мужчины достал из урны пакет с деньгами. Этого человека ты знаешь? Да я его на всю жизнь запомнил. И кто это? Да это тот мужик, который мне попросил из урны этот пакет достать. Богатым говорить будешь. Поделимся. А ты не путаешь? Нет. 25-летнего сына Артема и потребовали выкуп в миллион рублей. Ростоцкий обратился к детективу Игорю Лукину с просьбой помочь передать выкуп. Но передача денег сорвалась и детективы заподозрили, что это было сделано намеренно. Оказалось, что передаче выкупа помешал соперник и друг Артема Олег Смольников. Ну что, бродяга опознал Олега. Значит, это либо Олег помешал передаче денег, либо никакой передачи не должно было быть вообще. Ничего себе. Пока сюда ехал, заскочил в управление. Ну, интересные детали выяснил. Оказывается, год назад машина Олега попала в серьезное ДТП. Но водитель не справился с управлением, машина вылетела и врезалась в фонарный столб. Ну и что тут интересного? Так вот, когда на место аварии прибыли сотрудники ДПС, водитель в машине не оказалось, сбежал. Ну, естественно, быстренько нашли владельца машины, то есть Олега. И он сообщил, что машину у него угнали, пока он отдыхал в ночном клубе. Игорь Петрович, я все равно не вижу связи. Так вот, клиент мне рассказал, что где-то год назад его сын Артем попал в аварию как раз на чужой машине. Сначала я этому значения не придал, а теперь вижу, что это непростое совпадение. Ну, правда, Артем оттуда сказал, что врезался в дорогую иномарку, но я думаю, только для того, чтобы с отца денег побольше содрать на ремонт. Ну, хорошо, даже если Артем был за рулем машины Олега, как это связано с похищением? Ну, пока не знаю, но как это связано. Ясно только одно. Олег пытается любым способом от Артема избавиться. Ну, теперь понятно, из-за Варвары. Алло, Олег, здравствуйте. Моя фамилия Лукин, я частный детектив. Мы с вами сегодня в кафе встречались. Хотел бы с вами встретиться и поговорить. Послушайте, я понимаю, прекрасно понимаю, что история забрать изурный пакет из ряда вон. Ну, вы меня тоже, поймите. Артем ни мне, ни Варю вообще прохода не давал. Откровенно говоря, я даже обрадовался, когда узнал, что он исчез. Но почему вы решили забрать деньги? Я решил не забрать деньги, а помешать отдать выкупу. Потому и подговорил этого бомжа. Но сам я к этому никакого отношения не имею. Ну, да. Вы надеялись, что вымогатель не получит деньги и убьет Артема? Да нет. Я так не думал. Честно говоря, я просто не хотел видеть Артема как можно дольше. А почему вы не заявили на Артема в полицию, когда он разбил вашу машину? Господи, а это-то вы откуда? Понятно. Потому что, во-первых, мы были тогда с ним друзья, а во-вторых, он весь ущерб мне вернул. И даже с лихвой. Да, пообещал к отцу на работу устроить. Да ну при чем тут это? Это тоже старая история. И я тоже к ней не имею никакого отношения. Но машина-то ваша? Машина моя. Послушайте. Мы сидели в клубе, выпивали. Артем выпил. Просил машину. Поехал в Кабинск, что ли, у него там очередная пассия была. Я ему дал машину. Сам в клубе остался. Тут драка началась. Разборки, то-се, полиция приехала. Я был понятым, так что у меня алиби. Это я знаю. Ну, а потом приехал Артем. Сказал, что до Кабинска не доехал. Машину разбил. Попал там в какое-то ДТП. Попросил сказать, что машину угнали у меня от клуба. Сказал, что ущерб компенсирует. С работой поможет. Ну, ладно, мне все ясно. У меня к вам просьба. Вы пока далеко из города не уезжайте. Послушайте, вы не полиция. Надо будет уедать. Машины, которые мы вчера видели возле сквера, я пробил по номерам на владельцев. Так вот, две машины зарегистрированы в нашем городе, а одна зарегистрирована в Кабинске на некого Егора Богданова. Кабинск. Какое-то знакомое название. Ну да, Артем как раз собирался в Кабинск, когда в ДДП-то попал. Вот именно. А в такие совпадения я не верю. Поэтому я выяснил, кто такой Егор Богданов. Так вот, год назад жена Егора вместе с трехлетним сыном попали под машину. Жена насмерть, а сын остался инвалидом. Водитель с места происшествия скрылся, но свидетели запомнили и цвет, и марку машины. И они такие же, как у машины Олега, да? Молодец! А самое главное, это произошло именно в тот день, когда Артем на машине Олега попал в ДТП. И вы думаете, что... Да я не думаю. Я просто уверен, что Артем в тот день доехал до Кабинска, где и совершил наезд на жену Богданова. А уже на обратном пути, ну, сделал так, будто бы водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Я думаю, что и полицию вызвал, именно Артем. поэтому машина Олега в сводке попала как угнанная. И Богданов нашел, кто убил его жену и решил отомстить. Ну да, раз машина Богданова, значит, это он похитил Артема и требует за него деньги. Поэтому, молодые люди, поезжайте в Кабинск, а я в управление. Помощники детектива добрались до соседнего города и направились домой к Егору Богданову. Игорь Петрович возвращался из ГУВД, где навел справки о Богданове по сводкам происшествий за последние дни. Коля, как там у тебя успехи? Да не очень. Богданова тут нет, мы опросили соседей, никто не знает, куда он уехал. Артема тоже никто не видел? Артема тоже нет. Ну, что нам делать, Богданова-то нет. Три дня назад Богданов приехал к нам в город. Благо, из Кабинска дорога одна. На въезде в город камера его зафиксировала. Теперь надо найти, где он у нас поселился. Я думаю, вряд ли он будет селиться в центральных гостиницах. Так что придется объехать все мелкие отели и пансионы. Так нам-то что делать? Возвращаться и искать этого Богданова? Вам нужно найти Артема. Я думаю, Богданов прячет его в Кабинске. Так что ищите. Легко сказать, ищите. Ну и где мы его тут найдем? Коль, успокойся, у нас же есть фотографии. Дай я посмотрю. Ну, не знаю. Мне кажется, что это какой-то гараж или подвал. Ну, давай хотя бы спросим у соседей, есть ли у Богданова гараж, например. Ну, вот, хорошая идея. Пойдем. Лукину удалось выйти на след Егора Богданова, который поселился в частном пансионате на окраине города. Егор? Все. От кого бегать собрался? О сыне подумай. Я искал этого подонка целый год. Мне очень нужны деньги на лечение сына. Деньги. Отец Артема готов был заплатить деньги. Но если же захотел Артема убить. Ну, а почему нет? Я ведь все равно ничего в суде не докажу. А за преступление нужно платить. Да? Я хотел отомстить. А о сыне-то подумал? А если сядешь надолго, так он без тебя жить-то будет. Кстати, где он сейчас? О сестры. Да все я понимаю. Только сил уже нет никаких. Знаете, что такое одному тащить ребенка инвалида? Догадываюсь. Как ты на Артем это вышел? Помогли мне. Информацию прислали. Мне кажется, я даже знаю, кто. Ну, если знаете, что спрашиваете. Вот с этого номера. Алло. Олег? Я так и знал, что вы с Богдановым знакомы. Я же говорил, что вы мне еще понадобитесь. Нет сегодня. Иначе будем в другом месте разговаривать. я сам подъеду. Через час. Все. Артем, где? В Каменске. В гараже у меня. Алло. Тихо. Игорь Петрович, мы его нашли. Пришлось, правда, замок в гараже сломать, но ничего. Он хотел меня убить. Сначала взять, умываться деньги, а потом убить меня. Так, ты его тоже понять можно? Ты жену его убил. Я не виноват. Она сама мне под колеса бросилась. Я не виноват. Правда. Садись давай. Я не виноват. Игорь Петрович отвез Богданова в полицию, а затем встретился с Олегом Смольниковым. А зачем вы Егора Богданова натравили на Артема? Захотели избавиться от соперника чужими руками? Да какой мне соперник? Варя меня любит, я люблю Варю, мы скоро поженимся. А Артем реально достал. То он про Варю какие-то гадости говорит, то отцу своему на меня нажаловался. И что, из-за этого убивать? Да я же не знал, что Богданов его похитить хочет. Я вообще сначала хотел в полицию заявить, но потом понял, что отец сына все равно отмажет. А так хоть какая-то польза Богданову, этому мужику. И даже когда вы поняли, что похищение это не шутки, все равно сорвали передачу денег. А между прочим, Богданов реально Артема убить хотел. Я хотел его остановить. В смысле, уговорить не делать так. Ну, не мог его нигде найти и телефон он выключил. Как вы вообще поняли, что Артем сбил жену Богданова? Случайно. У меня приятель в Кабинске следовательный работает. Ну и как-то зашел разговор. Дело-то резонансное. Погибла молодая женщина, ребенок инвалид. В общем, ну и описание машины он тоже рассказал. Вы споставили датный факт? Я еще год назад понял, что Артем не просто так мне кучу денег за мою старую тачку отвалил. Он вообще пофигист по жизни. Но тут он реально испугался. Артем, Артем, заходи. Маша, Маша, иди быстрее. Артем, Артем здесь. Поздно ночью Лукин доставил спасенного Артема домой. Спасибо большое. Ну что ты кричишь? Спасибо. Ну, я и так все слышу. Спасибо. Проходи. Пойдем, тебе в ванну надо. Спасибо вам. Спасибо большое за все. Да рано меня еще благодарить. Делать не закончено. А что, что еще может быть? Что? Егор Богданов говорит, что если вы оплатите лечение его сына, то он не будет подавать в суд на Артема. А я Богданову в свою очередь постараюсь найти хорошего адвоката. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Похоже, ваша жена права. В своем отношении к сыну вы погубите его. Егор Богданов находится под следствием. Василий Ростоцкий полностью оплатил лечение его сына. Артем устроился разнорабочим на фабрику к отцу. Продолжение следует...